Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Центр Сангейс начинает свою программу. И сегодня у нас достаточно необычная программа. Никакой эзотерики, никакой астрологии, никаких финансов, никакой политики, а только искусство. И на экранах вы видите, дорогие друзья, известного человека в Соединенных Штатах. Представьте, не только в Соединенных Штатах, кстати, а на территории России, на территории других бывших союзных республик. Это Наташа Реймер. Наташа, здравствуйте! Добрый день! Доброе утро! В Чикаго, 10 часов утра. Наташа Реймер живет в Нью-Орлеан. Это Новый Орлеан. Это то, где был печально известный шторм, который назывался... Катрина, да? Ураган Катрина. Ураган Катрина, который унес жизни очень многих людей. Город был разрушен, но сейчас не об этом. Это все очень и очень печально. К сожалению, это факт. Но мы сегодня будем говорить с Наташей о искусстве, поскольку она является известным театральным деятелем, основателем, руководителем организации «Москов Night» по-английски или «Московские ночи». И это, насколько я знаю, наверное, единственный театр в Соединенных Штатах, который играется пьесой на русском языке, и который получает дотации или гранты от правительства Соединенных Штатов. Это правильно, Анташа? Только одну вещь я вам скажу. Мы, конечно, не первая такая театральная мотивация. Это удивительно, потому что пьесы, русские советские пьесы на английском языке. И играют актеры, англоязычные актеры. Причем англоязычные актеры говорят на русском языке. Я общался, было время, когда-то с некоторыми из соратников Наташи, актеров, которые американцы, но мы беседовали на русском языке в том числе. Наташа, расскажите немного о себе. Вы очень давно проживаете, я позавчера отметил 25-летие своего пребывания в Соединенных Штатах, но вы на 10 лет больше. Да, вот. И вот давайте, с чего вы начинали, как вы к этому пришли, и как вы организовали ваш театр, который очень известен и очень популярен? Ну, во-первых, спасибо большое, Михаил, за такие замечательные все слова. Я только хочу внести некоторое пояснение. Москов Найт, который я организовала в 1999 году, является организацией, понимаете, а не театром. Театр — это подразумевает помещение, театр, знаете, и театр. А у меня просто организация, которая представляет русскую культуру. Здесь, в Луизиане, в частности, в Новом Орлеане. А под Катриной мы вообще зарегистрированы рядом с Новом Орлеаном, считается в Джеффордом Бэридж. И это мы делаем разные-разные у меня разные направления. Конечно, основным направлением есть театр. Другое направление, например, русские зимние фетиваты, которые включают все виды искусства, включая музыку, танцы, песни, какие-то сцены, базары и так далее. Но это я уже давно делала, в последний раз я сделала в 2010 году. Это включает в собой образовательную программу, когда я приглашаю интересных людей с лекциями, или они раскатывают. Или, например, мы делаем всякие студенты, тоже всякие для них интересные программы. Ну вот, а все это началось, наверное, давно-давно-давно, когда я была еще совсем ребенком, жила в городе Венеции и ходила с мамой на трофейные американские фильмы. И можете себе представить, какое впечатление на меня производила пленительная актриса Дина Дурбин. Дина Дурбин, Даяна Дурбин, это другое произведение. И я помню эти фильмы с ней, я помню, что это настолько на меня поглотило, что я в тюреме играла, я внутрь в тюреме играла, и все вот так подтянулось. И, конечно, мечта быть актрисой, она у меня была, мечта галерины, она у меня была, я и танцовала, и играла, и уже не знала, что я делала. Но в конце концов, вот как-то так жизнь повернулась, что потом мы жили в Литве, что после, когда я закончила все-таки среднюю школу, я помчалась в Москву. Не знаю, каким образом, но видно, так звезды стояли, это точно стояли, как звезды. Я подавала документы в Государственный институт театрального искусства, имя было начальством, сегодня это называется Русская академия театрального искусства, ГИТИС. И набирала Мариусна Кнебель, маленькая такая худенькая женщина, которую я, правда, маму очень знала, вообще-то как бы не знала, я знала только Станиславского, Немировича, Данченко, но потом, конечно, я узнала, что она была их ученицей, и вот это вот все. И, как ни странно, так получилось, что в свои 17 лет она все-таки меня взяла на режиссерский факультет, что было, конечно, ужасно скандально, все кричали, кто допустил этого ребенка, что тут происходит, надо было, ну, не менее, два года стажа. Но я гордо сказала на вступительных экзаменах, что у меня стаж очень большой, потому что в средней школе я стояла на спектакле. Ну, в общем, так получилось. Как это получилось, так звездам было угодно. Вот, и с этого момента я стала заниматься серьезно. Это была режиссура, и это было актерское мастерство, и все другие всякие, и музыка, и вокал, и фехтование, и история театра, и все общие образовательные предметы. И вот так прошла моя пять лет какая-то удивительная жизнь в Москве, которую я, вы знаете, жила как во сне. Я просто не осознавала, наверное, в силу своей молодости. Я настолько растерялась в этом институте, настолько все были взрослые, и было столько у меня всяких приключений в этой жизни. Но, как ни странно, вначале я очень... Мне удалось со второго курса очень хорошо продвинуться, и я вдруг поняла актерство, и я очень много играла в институте. И уже потом, когда я заканчивала, и Мария Весна, конечно, нас всех опекала, особенно меня, я отправилась в Синтерополь ставить первый спектакль в «Варшавской городе», но тоже делала в каком-то тумане, мне помогал главный режиссер. А потом я приехала в свой город Шауля, потому что там жили моя мама и бабушка, и главный режиссер этого театра, он был тоже учеником Мария Весна, потому что все учились в Москве, это было единственное место, или в Ленинграде в то время. Ну вот, и он меня пригласил ставить дипломный спектакль. И вот тут я осталась совершенно одна, меня никто не трогал, меня никто за мной не смотрел. И вот стали открываться какие-то вещи в голове, вдруг я ощущаю, что что-то стало открываться, что, наверное, было заложено, и положено совершенно бессознательно какой-то слой. И я стала работать, и вроде бы хорошо работать. И я столько давала актерам, и столько они мне давали, мы все были очень молоды. Так что вот с этого момента я как-то двинулся, я поняла, что я режиссер. Вот, что я хотела вам рассказать. Ну, совершенно замечательно. Я знаю также, что вы... Попал звук, Михаил, я вас не слышу. Окей, сейчас все нормально? А сейчас да. Да. Я знаю, мы с вами беседовали, вы несколько лет тому назад ездили... Да, в Литву, да? В Литву, да. Где получили какую-то очень и очень серьезную награду. Вот, расскажите. Не награду, но у вас, вам дали какой-то там человек, там, что-то такое там. Ну, да, просто театр, театр... Дело в том, что я... Я быстро скажу, что я начала в Шевляйском театре, но я уехала в Бизайн работать. Меня Мариус не устроила в театре ведомых зрителей, потому что я была маленькая, я могла там и играть даже, в общем, и режиссировать, я ставила там спектакли один за другим. А потом так жизнь повернулась, что меня опять пригласили ставить в Шевляй. А потом меня пригласили стать главным режиссером. Так что я там... Я действительно с этим театром связана. А потом жизнь так вообще повернулась, и я уехала. Ну, уже в Вильнюс, потом в Москву, потом я эмигрировала. Но вдруг, в 2011 году, все-таки театр, который праздновал свое 80-летие, они решили пригласить меня поставить спектакль. И я поехала и поставила свою любимую пьесу Шварца «Тень». Вот, и это было большое для меня счастье. Я там почти провела пять месяцев. Это было очень интересно. И работала со всей труппой. И, конечно, когда было потом празднование, мне дали от города какую-то там раму, не знаю, там у меня это еще все есть. Потом еще меня выбрали, как я как бы амбассатор, как бы посол от Литвы, ошубляя. Как-то я выиграла этот конкурс, все за меня голосовали. В общем, вот такая вот. Но я очень как-то связана с этим театром. из этой своей той... Ну, я читал... Да, я читал прессу... Опять я вас не слышу. Я вас не слышу. Так, так. Сейчас будете слышать. Но я читал прессу, ссылки были на то, что вы там были, и вам все-таки дали какое-то там, ну, не знаю, человек там, года там или что-то такое там было. Какое-то пресс-пой. Тогда мне дали вот человек, вот посол какой-то, посол, сон четыре. Какой-то... Посол Доброе Годи. Да, 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 это правда. Я получила... Да, это правда. Да, было когда-то такая. Наташа, это очень здорово. А скажите, пожалуйста, вот вы ставите пьесы, все-таки вот из этой организации, которая называется «Московские ночи». Какую роль театр занимает? Это все-таки не театр. Это гораздо шире. Но вот какую роль в этой организации занимает сам театр? Сам театр занимает большую роль, потому что театр – это моя жизнь. Это то, что я делаю. Поэтому я стараюсь ставить спектакли. И вот после... Я вот поставила спектакль в четырнадцатом году. Значит, в одиннадцатом году я была вот в любве. Я когда вернулась, был двенадцатый год. Я же не могу просто так сразу сделать спектакль, поэтому я должна писать гранты, проводить, как это здесь говорят, денег, фан-трейзинг и все. И я поставила «Золушку» в тринадцатом году, тоже «Шварцен», которую мне перевели. И была очень довольна. Мне так хочется моего любимого драматурга, чтобы знали в Америке. Это первый перевод, первый выставок. Это замечательно, поскольку было очень много спектаклей и фильмов были по Шварцу, которые шли неизменно, просто с потрясающим успехом. Совершенно великолепные актеры играли в этих фильмах. Не будем перечислять. Многих уже, к сожалению, нет. Это все-таки было достаточно давно. А скажите, все-таки американские актеры играют на английском языке? То есть, получается, все пьесы вам кто-то должен перевести? Обязательно, да. Поэтому у меня переводчик, с которым я работаю. Или я ищу переводы, или я заказываю переводы. Но, конечно, вот что мне хочется, мне хочется познакомить всех. Это считается всю публику, знаете, всех, кто живет. Вот у нас, чтобы люди понимали, это русский театр, но на английском. Совершенно потрясающе и очень-очень необычно. Играет или на английском языке, или на русском языке, или на французском языке, но не играет, как правило, скажем, вот в данном случае, американские актеры, русские пьесы, правда, на английском языке. Скажите, ну вот все-таки это организация. Это не просто театр, это организация. И вы говорите, вы приглашаете туда кого-то там. Ну еще для чего? Чтобы просто, скажем, русское искусство, русскую культуру в Соединенных Штатах перевивать? Или это просто универсальное, международное, вот какое-то такое искусство? Ну, искусство всегда, оно международное и русское. Но не какой-то отдельной страны, в данном случае вот пьесы русские. Значит, вы хотите, чтобы это было все-таки, здесь понимали театр, искусство, вот как это было русские, значит, постановщики русские, люди, которые это все создавали. Так вот, ваше все-таки намерение, именно это или это, чтобы было просто вот шире, чтобы люди жили в этом мире искусства? Вы знаете, что мне очень хочется, чтобы, во-первых, люди узнали замечательных друг другу, писателей или поэтов. Мне очень это важно. Мне очень это важно. И мне хочется создать, я же это создаю с американскими актерами своим внутренним русским театром, потому что внутри я же так воспитанная, это моя, как здесь говорят, моя ниша, которую я нашла. Так что я не замахиваюсь на какие-то западные американские пьесы. Я недавно, год назад, правда, я сделала одну очень интересную пьесу, но саму как по-другому. Но я хочу, чтобы люди видели и понимали русскую поэзию, травматургию, трозу. Вот это мне очень хочется сделать. Поэтому я считаю, что образовать – это моя миссия. Совершенно замечательно. Дорогие друзья, обращаясь к нашим YouTube-зрителям, радиослушателям, мы находимся в центре «Сенгейт». Меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра. И у нас на связи Нью-Орлеан, Соединенные Штаты, и Наташа Реймер, которая является организатором, вдохновителем и создателем такого известного центра организации, который называется «Москов Найт» или «Московские ночи», в котором очень и очень большую роль занимает именно сам театр.